Воскресенье Воскресенье вечером, ночью и понедельник пошел такой снег, что нам мы вынуждены были отменить утреннюю и вечернюю службу. И было, конечно, печально, что по-настоящему молитвенно мы начали церкви в Великий Господь не с понедельника, а во вторник, когда собрались на второе чтение канона Андрея Критского. Во всяком случае, мы достигли первого воскресенья Великого Поста, когда мы празднуем праздник торжества православия. Но до того, как предложить вам несколько мыслей для размышления о сегодняшнем празднике, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня мы также празднуем другой. И для нашего храма особенно важный праздник первое и второе обретение главы Иоанна Претечи. Этот праздник важен не только потому, что Иоанн Креститель, наш невестный покровитель, так решил Владыка Иоанн Шанхайский в 1949 году, когда совершил первую службу у нас в день усыгновения благоеянной претечи. Но важен также, потому что этот праздник показывает нам, как при рождении христианской веры, уже тогда верующие, верные церкви, почитали останков святых, мощи святых. Когда Иродиада добилась усечения главы Иоанна Претечи, она, чтобы немножко побольше торжествовать свою победу и больше поиздеваться над великим пророком, она бросила его главу, нечистое место. Это приметила благочестивая жена одного из слуг, царя Ироди. И когда Иродиада уже потеряла интерес к главе Иоанна Претечи, эта раба Божия обрела эту главу и предала ее погребению в Кесарии Палестинской. И когда мы совершаем паломничество на Святую Землю, если паломники помнят, Кесария Палестинска находится между Тель-Авивом и Иерусалимом. И по сей день сохранились останки древнего храма, построенного на месте обретения главы Иоанна Претечи. Но потом этот храм был разорен в очередное нашествие, и затем глава была снова обретена и погребена на Иоаннской горе, которая, между прочим, землю, которая принадлежит нашей спасо-вознесенскому женскому монастырю на вершине Иоаннской горы. И опять паломники вспомнят, этот храм находится слева от главного собора. И когда входишь в этот храм, там сохранился древний мозаичный армянский пол, и под этим полом находилась глава Иоанна Претечи. Конечно, со временем главу Иоанна Претечи раздробили на более мелкие части, и наиболее крупные части главы Иоанна Претечи находятся на Афоне, и в Палестине монастыре Святого Георгия Азелита. И совсем небольшая частица мы привезли из Святой Земли лет 30 тому назад. И у нас сейчас хранится у нас в иконе, вышита икона и усекновения главы Иоанна Претечи. Это одна из самых наших великих святым. Вы найдете ее в мастерике, который вложен в деревянную раму этой иконы. А краткая история обретения этой частицы такова. Когда мы приехали в монастырь Георгия Азелита, а монастырь Георгия Азелита находится в скале пустынного места, иудейской пустыни, монастырь древнейший, относится он к VI-VII веку, и там по сей день живут монахи. Туда нелегко добраться. И советую тем, кто поедет с нами в Богдар в следующем году, обязательно на осленке добраться, потому что там жарко и очень утомительный путь. Так вот, значит, мы приехали целой группой, познакомились с настоятелем этой обители, и он поинтересовался, откуда мы. Мы рассказали, что мы русские из Вашингтона. Я ему рассказал, что наш храм был основан в честь Иоанна Крестителя. И когда настоятель узнал, что наш храм посвящен праздник усекновения главы Иоанна Претеча, это очень редко бывает, чтобы приходской храм в миру был назван в честь стопового праздника. Обычно этот праздник, храм посвящается этому празднику в монастырях. Так вот, настоятель обители был так этой новостью утешен, так обрадован, что он побежал болтать и долго-долго там находился, потом вышел и торжественно мне преподнес вот эту частицу главы Иоанна Претеча. Поэтому, повторяю, для нас, дорогие братья и сестры, любой праздник крестителя Иоанна Претеча чрезвычайно важен, потому что наш храм освящен в его честь и потому что у нас есть частица его честной главы. А Иоанн Креститель, как сказал Господь наш Иисус Христос, главный человек, главный пророк, рожденный от жены. То есть нет более великого пророка, чем Иоанн Креститель. И мы должны с вами, дорогие братья и сестры, приучить себя, внушить себя, воспитать в себе большее почитание этому великому угоднику Божьему. Если нам это удастся сделать, это будет подлинное торжество православия. Два слова о торжестве православия. Мы сегодня празднуем первое искусение Великого Хвоста, победу правильной веры над всякими ошибками, над всякими ересями и лжеучениями. Вы знаете, что Христос не успел родиться, как воздвигнуто было гонение против Него ирода. Уже хотели Его убить. Он был только младенцем. Ничего не успел даже сделать в мире. Но Его уже хотели убить. Его потом убили через 33 года. И даже после Его распятия не оставляли в покое Его последователей. Уже тогда, в первые дни после воскресения Христова, ученики в испуге прятались от неверующих иудеев и от администрации Иерусалимского храма, которые воздвигли против христиан уже тогда страшное гонение. Мы знаем, что архидиакон Сипан, один из 70 апостолов, апостол Иаков, были убиты в то гонение. Но когда христианство вышло за пределы иудеев и стали вливаться в христианскую веру язычники, бывшие язычники, и христианство начало распространяться по всей Римской империи, вот эти враги Христовые внушили римской власти воздвигнуть против христиан новое и более жестокое гонение. Мы все знаем, что переживали христиане при императоре Нероне, который воздвиг первое крупное государственное преследование против христиан. Христиан вешали на кресты, их сжигали заживо на крестах, так что ночью город пылал от горящих тел христиан, их бросали зверям. Через некоторое время, когда христиане стали входить в правительство, государство, занимать более важные места, преследования утихли. Но потом при деклетиане в конце IV века было возникнуто снова гонение, которое, наконец, прекратилось при царствовании императора Константина. Но что говорить, в наше время тоже было страшно в преследовании христиан в Советской России, которое, по мнению многих, даже западных специалистов, превысило по численности убитых за веру Христова даже за первые три века в истории христианской веры. И несмотря на то, что советская безбожная машина бросила всю свою мощь на уничтожение церкви, она не смогла этого сделать. Церковь выжила. Выжила. И это мы торжествуем сегодня. Вот это выживание. Мы торжествуем сегодня, дорогие братья и сестры, исполнение слов Христа, что воздвигнет церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Да, врата ада не одолевают церковь. Но, к сожалению, внутренние распри, грехи продолжают бить по телу Христову. А грехи совершаем мы с вами, дорогие братья и сестры. Распий происходит из-за нас, из-за нашего несогласия. И если мы хотим, чтобы православие по-настоящему торжествовало, как хотел бы это Господь наш Иисус Христос, как, наверное, все мы мечтали бы, мы должны все начать с самих себя. Мы должны бороться с грехами, особенно пользуясь этим замечательным временем Великого Поста, чтобы примириться с ближними, чтобы примириться с Богом, чтобы, наконец, начать настоящую борьбу нашими страстями и похотями. Дай Господь, чтобы мы все понимали, что все мы должны стремиться, чтобы православие восторжествовало в наших сердцах, в наших семьях, в наших общинах. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием всегда, ныне и пресно, и вовекове Бога. Аминь. Аминь.